Друзья, добрый вечер! Мы с Колей поужинали. Я стала видео монтировать и обнаружила, что у меня на пол видео нет звука. А сейчас я попробую видео восстановить, может получится. И вот пока, тем временем, пока я тут монтировала, Коля уже замариновал мясо. Вот, будет жаль, если ничего не получится. Но если вы сейчас его смотрите, значит точно у меня все получилось. Какой-то сбой. Бывает, бывает иногда такое. Ну что, времени уже много. Сейчас на мою посуду. И пойдем валяться, смотреть телевизор. Ну все, сейчас я это убираю. Ложечку уберу. Все, Колюшка сделал свое дело. Лучок потер, добавил майонез, добавил приправу. А ты что будешь делать? Кино глядеть. Ты замечание Ленина без меня не смотри. Бегу. Ну сейчас. Капустки нажатую. Сейчас я разобну. Сбежал Николай Александрович от нас сбежал. Вот ведь какой он, да? Вот вижу он какой. Надеюсь, с руком все будет нормально. Я же видео записываю на даче, например. Сажусь за стол и записываю. Доска вторая моется после домойки. А это маленькая дощечка. Вот как вот бывает, да, друзья, в жизни. Люди создают себе вот такой уютный мирок. Особенно женщина старается. Ну все равно в основном женщина старается создать себе такой свой мир. Живут вдвоем. Все вроде бы хорошо для себя. Все это покупают. Стремятся. А потом раз. И все это разваливается. И даже не верится, что потом раз, и этого нет. Как же страшно. Это все происходит. Конечно, с годами уже. Надеюсь, что многие мужчины с годами все-таки включают свою голову и понимают, как надо жить. И все равно лишний раз и женщине уступить. Ну раз уж, ну такие вот женщины. Вот какие-то женщины. Ну правда все равно, да, мужчина должен женщине уступать. Или как-то ее правильно переубедить в чем-то. Вот я, например, помните, была ситуация у нас с Колей, поездка в Устьяны. Как я не хотела с ним на машине. Потому что у меня страх ездить на машине был. Очень сильный страх. Он появился после рождения Кирилла. Я и сейчас боюсь. Я не скажу, что я такая бесстрашная. Я и сейчас боюсь. Оля вот меня все равно как-то убедила. Сказала, я не поеду на поезде. Поехали, аккуратненько поедем на машине. Ну вы знаете, и еще большую роль, вот вы не смейтесь, большую роль играет блогерство. Что ты себе, кроме, ну вот у тебя, например, страх ехать на машине, там дороги эти длинные, там встречки какие-то, может быть. Ну в общем, страх просто. А ты понимаешь, да, что тебя повезут аккуратно. И ты еще себе даешь такое обещание, что ты же еще поснимаешь, людям что-то покажешь, куда-то заедешь. И вот это тоже дает такой стимул все-таки побороть в себе страх. Ну прыгнуть с парашюта я, наверное, не смогу ради контента. Наверное, нет. И знаете что, как говорится, некоторые вообще ради контента, что только не делают. Сумасшедший дом устраивает такой, что ужас просто. Нет, это здесь нет. А вот так вот, например, куда-то поехать. Вот, например, сейчас Коля убеждает меня, что надо ехать на озеро с ночевкой. Во-первых, я уже, конечно, вот вам сложно говорю, в чужих избах я ночевать боюсь. Коля пофигу, он возьмет тулуп, он там возьмет одеяло. Если он куда-то собирается, он знает, что если есть судьба, ой, судьба, изба, он, вот видите, судьба, все-таки для него рыбалка-то. Он поедет, он говорит, я буду, а я нет, я никогда не смогу. Ну, не смогу я ночевать в какой-то избе, если тем более она уже старая. Вы знаете, вот 18 лет назад я еще вообще смотрела на это проще. Мы же с ним жили в избе, там у него на озерах, где он жил, в Холмогорском районе. Мы жили на озерах, мы нормально жили. А сейчас я уже не рассказываю, что я в избе, мне уже не поночевать. Мы с тобой ездили, ночевали в какой избе? На Бэйце мы ночевали. И вы знаете, я все время, я всю ночь боялась вообще. Я даже не сняла резиновые сапоги. Почему-то мне кажется, что кто-то может укусить именно за ноги змея, там, или мышь какая-нибудь. Именно за ноги. А то, что она может тебе за пазуху залезть, да, или в спину ужалить, ты об этом не думаешь. И вот у меня была такая защита, одеть резиновые сапоги и спать нет. Резому кофе, он уснул сразу, а я не могла, не могла. И вот этот страх еще, что куда-то ведь надо выйти в туалет ночью. Это вообще, я помню, терпела до самого утра, но хорошо еще было светло, было лето, белые ночи. Клепкая, да, белорешечка. Как хорошенькая, соус, наверное, черпает. Вот, были белые ночи, и я... Так, еще более-менее. Коля, это еще лопатка? Я просто не вижу, неевянный... Вот это вот лопаточка? Наверное. Все, как здесь должна лопатка, да, лежать? Нет, это не лопатка. А что это? Не знаю. А чем мне мешать? У меня лопатки-то нет. Так она? Только она железная. Лопатка-то, наверное, стирается. Ну, ну, чем мне мешать-то буду? Буду аккуратно мешать вот этой. Ну, вот этой деревянной мешать меня осталкивает. Я не знаю, зачем. Вся-ка лопатка, ну-ка, дай-ка, я сейчас... Да, ну. И вот, друзья, и вот в этот раз мы поедем, и Коля говорит, будем ночевать с тобой там, на озере. Мне страшно. Я говорю, я ночевать буду, но нигде-то, не в палатке, не в какой-то избе. Я говорю, давай в машине, Коля, ну давай в машине. Ты же не будешь в машине спать. Сейчас, друзья мои, пожалуйста, извините. Я сейчас быстро дам и сфоткаю. Пользуется ли она этой лопаткой как... Я же не знаю. Вы не думайте, хоть что-то там боюсь или нет. Просто мало ей нужно. Она вообще нигде для того, чтобы мешать. Она с какими-то блюстками. Вот. И не будешь же ты ночевать в избе с 9 вечера до 9 утра, например. Там все равно ты только несколько часов, да, Коль? Чтобы, ну, чисто отдохнуть. Поэтому ты переживем. 5,4,5. Да, переживем, перешиву в машине. Ему все равно он может на цветном воздухе, на костре, на трассике из львовых летов, да? Вот так вот он. А я, мне, вот такая я, вот такая. По молодости все по-другому у меня воспринималось. А сейчас я боюсь, я боюсь зверей. У меня резвый, куда ни скажи, у него нигде ни медведей, ни волков нет, ни зней, нигде, ни в одном лесу. Что делать? Я отправляю Даню вот эту вот. Если она в зоне 10-10 сейчас. У меня уже там, слушай. Я не знаю, что это такое. Тут еще он, где-то что-то было. Да, она у тебя лежит такая деревянная лопаточка, что-то кота не отправляется, с какими-то звездочками. Ее можно мешать? Что-то куда отправляется? У тебя там интернет нормально работает? Я не знаю. Она не показала, как его перезагрузить. Если что. Ну, что делать? Лежит и лежит. Буду ею мешать. Раз она лежит ложкой, значит, это лопатка. Логично? Вот, видишь, у нас на даче маленький напор газа. И у нас вот так вот не прожаривается. Она только тушится. Что можно сделать, чтобы было посильнее на пол? На напор. А редуктор поставил? Зайд наставил. Редуктор на АА и поставил редуктор. А у вас в деревне раньше был тоже, да? У нас в лягушке стояла такая у нас. Как у нас на даче? А как на полу? Представляете, не отправляются? Самый. Когда-то я им передаю нужную. Ну, он там что-нибудь там включит? Ты включишь и выключишь? Да. Там сейчас собьется все на телике. А там включишь, да и все. Вытащите слово за слово. Ну, так вот, надо как-то и все это сделать. Вот сейчас я их включусь, мне надо быстренько подшаманить. Все перезагрузила в интернет. Тоже на окраине, не все так просто. На, как у нас так. Делаем новое полотенце. Где, 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 где? Вот сейчас. Вот. Вот так это уберу. Ага. Ну, капустка-то у меня обжаривается. Значит, редуктор надо покупать, потому что очень-очень сладенький на полчик. Ну, наверное, так нам надо еще подрезать. Половаться, так, маловато здесь будет. Чуточку масла. Масла было мало. Так. Вот поедем. Поснимаем, что там, в какое озеро приедем. Все ведь такое неизведанное. Это Коля у себя на родине. Все озеро знал, как подъехать удобно. Где переночевать. Я с ним там бывала, мне очень, конечно, нравилось. Один раз только мне удалось побывать с ним на озерах. Вот сколько была там летом. Катюшка с нами там была. Племянницы еще у Коли тоже были маленькие. Рост. Не рост, а возраст. Был почти такой же, как у Кати. И, в общем, она с ним тут подружилась нормально. Все, убираем все, она мимо сыпется. Не знаю, может, не еще. Она же ужарится сейчас. А хочется сделать, чтобы еще утром завтра встать, позавтракать и начинать делать дела. Каши не сварить, молока нет. Сюда же Коля ездила, я не к чему, молока не заказала. Еще есть пуль вареная свекла и морковь осталась от селедки под шубой. Надо потом с чесноком сделать. Вот еще кусочки сейчас эти зажарю. То, что в даче забрала. Они бы там испортились. Здесь вот сейчас дорежу. А, так хватит за суп. Потом все равно же суток захочется. Вот так, Ирюшка у нас завтра идет в новую школу. Идет в 10 класс. Взрослые, довольные. В общем, по-моему, у них там будет 16 человек, что ли, в классе. Как-то он сказал. Но тут даже не суть. Дело-то в том, что там будет всего два мальчика. А остальные девочки. Вообще-то, куда мальчишки-то вседелись? Наверное, в других классах другое направление у них. Так вот. Будет там с девчонками. Так. Здесь даже кочерыжки нет. Так хорошо. А нет, есть. Я обрезала. Я говорю, Кирюха-то у нас пойдет. Мы вдвойных всего с девчонками. Да, мы так уехали. Оставили дитя. Еще взрослые. Многие в этом возрасте... Ему там бездак прошел. Ну да. Многие в его возрасте уже отъезжают. Ну, кто сам, конечно, желает, да? Вы знаете мою историю. Буду потом вам дальше рассказывать. У меня есть рассказано о том, что на YouTube. Кратце. Но так как я надзываю, новые зрители, а искать там видео немногие хотят. Слушай, я делаю полную сковородку. Делаю. Да, чтобы завтра еще... Да. Мы готовим завтра. Да. Поэтому будем разговаривать. Время у меня тут будет. Поле будет еще тут крышей заниматься. А я же не буду с ним работать. Ну, у нас будет время поболтать. Здесь газ убавил, и у меня наоборот кажется очень сильным. Надо было на другую варелку поставить. Вот так на другую. Так, это, наверное, просто... Подожди, это какая? Вот это какая варелка? Вот это вот она. Вот она. Давай на нее. Это маленькая. А. Вообще. А мы стены так, тоже жарим. И для этого не в том, в каком же доме. Ну, тогда я их по максимуму убавлю. Можно еще, интересно, варить? Угу. Наверное, нет. Все? Все, да? Ладно, буду быстренько помешивать. Если что, поставлю на маленькую. Хорошо. Она обжаренная вкуснее, чем тушеная. Мне больше нравится. Ну, там еще морковка. Ну, подайте-ка, я знаете, что вообще пока отключу. Надо было мне вот... Видите, я привыкла к газу, что он медленный, да? Я бы сейчас на даче, пока бы столько капусты вырезала, она бы у меня даже бы не прожарилась. Она бы просто выделяла высок, хотя я салю в конце. И, в общем-то, ни какой-то зажарки бы не было. Поэтому я газ сейчас отключу. Я даже на мелкие не буду ставить огонь. На маленький. Отключу. Отключила, вернее. Сейчас я нарежу. Капустки. Ой, какого? Моркови, лук туда. Вот видите, коробочек колбаски там ушел в холодильнике. Копченая нормально, она не сыро-копченая. Копченая хорошо. Почему-то хочется вот всегда капусты, именно с колбасой. С сардельками, например. С вареной колбаской. И можно с полукопченой. Такое вот блюдо очень нравится. Сочетание колбасы. Сочетание колбасы и тушеной капусты. Так, дальше лук. А это что такое? Не, она хорошая у данного. У баскета. Чувствуется, была бы склизкая. Рядок выкинули бы. Так, пока все сюда, потом все в кулечек. В пакетик. Так, а это что такое? Это лук. А это колбаса. Тоже поехали они, вот Лариса, вы увидите там видео, да, ее подруга. Вот они поехали на машине. В Архангельск сначала на машине. Не на маршрутке, не на поезде на своей машине. Тоже переживала. Как доедут, чего? Лариса хорошо, да, она говорит, Лариса хорошо будет. С ней не страшно ехать. Плохо отделяется кожура. Обычно раз, раз и все. Вот, а ехали-то они в ночь. А сейчас светает. Вы видели, во сколько я с вами разговаривала, да, светает. А им как раз к этому времени на на поезд. Поэтому они ехали в самую тень. В общем-то. Ну, ничего, девчонки молодцы. Все хорошо, доехали. Так, а это мы что, наверное, натереть, что ли? Чем тут резать-то, да? Ну, оттуда и все. Ну, она, конечно, нарежанная была бы лучше. Ну, так бы стоя. Да, она говорит, хоть спокойно, говорит, еду. И знаю, что ничего здесь не случится без меня. И котики будут накормлены, квартира под приглядом. Поэтому, конечно, поезжай, ни о чем не думай. Она, это вот кажется вот такой, знаете, что все ей нипочем. Все хорошо, ничего, ни о чем не думай. На самом деле, она очень сильно переживает. Она именительный такой человек. Переживающий. Переживающий. Очень близко к сердцу. Он принимает все, все происходящее. Это кажется, мы такие, знаете, веселые. Нет, мы не то, что показуха. Просто, ну, не будешь же унывать все время. Вот так она очень, я говорю, она такой ранимый даже человек, я могу скажу. Караколица того все умеем. Все умеем. Вообще, конечно, хочется же показывать, да, не то, что только все вот хорошее. Нет, просто самой хочется жить вот в этом позитиве. И чтобы вы видели, что позитив. Возвращаться в таких пятницу в семье нет. Я имею в виду, вот, наши отношения с Коми. Ну, есть некоторые разногласия, а он с этим не согласен. Я, кстати, с этим не согласен. Такие несерьезные бытовые. Бывают, как у всех в семье. Поэтому вроде как ты на этом не зацикливаешься, ты об этом не рассказываешь, не придаешь этому значения. Вот, что я хочу сказать. Так. Вы понимаете, вот вроде чего особенного, да, кухня. Кухня и кухня принадлежности кухонной тебе, принадлежности. Но я чувствую себя вот как тосково, непривычно. Я же тут готовила уданы что-то. Подождите, я, по-моему, даже у нее что-то. Один раз пекла. Я к шторме что-то, что-то, что-то делал. Я еще приводила, да, она мне не понравилась. Букавка, да, с конвекцией. Вот она сейчас у меня, это духовка. Конечно, надо будет потом найти в интернете, когда уже мы ее поставили, она для нового дома, понятное дело. Будут в интернете найти, как ей пользоваться. Не умеют с конвекцией пользоваться вообще. Так, теперь у меня сюда лука, и я заново буду тушить. Так, Коля две возьмет на маринад, а я две возьму. Как будто лук свой уже привезла. Да, она говорит, как будто здесь лука нет. Я говорю, да, просто, говорю, был вот в кульке, вот и привезла. Говорю, вдруг вот у тебя нет, ты просто не купила. Ну и что, ради ну-ка ехать. Тут, говорю, все в кровь положили, в пакетик. И все нормально. Мы что, включаем? Включаем на мелкие огни. Перед отъездом, ну, издача, мы же все равно в городе домой еще заезжали. И дальше времени было достаточно, чтобы выехать до переправы. К Васильевне заехали. С той немного поговорили. Ругаются. Зазнались, не заходите к нам. Ты-то тут живешь, да хоть бы зашла. Я говорю, да мне так неудобно. Ну, чего вы все в делах. Ей 76 лет исполнилось, она все по огородам. Все что-то делает, делает. Молодец. Вот я говорю, мне неудобно. Я говорю, вечно чем-то заняты. Она вот кажется еще такая, да? Видели ее, такая грубоватая. Ну, вот она сама по себе. Ну, ой, вы зазнались совсем. Я говорю, да чего ничего. Мы не зазнались бы. Ну, просто, ну, лишний раз не хочется надоедать, может. Как-то так. Все равно, да, вот она что-то делает. Вот приду, она в огороде. И я уже ее отвлекла от дел. Ну, в общем, люлей по себе я получила. Жалуется, ничего не выросло. Ну, и как обычно у нее. Она жалуется, что ничего не выросло. Хотя у самой нарощено всего. Такого просто не может быть, чтобы у нее не выросло. Ну, в общем, все как обычно, удачненько. Сначала все не растет, потом не буду делать. Так, ну что? Друзья. Пока здесь тушится. Сейчас это все обмякнет и не будет такая полная сковородка. Так. Мне еще надо, знаете, чего обувь постирать. Обувь такая пыльная. Сегодня хотела с Коли съездить в лес и дом. Вот он поехал, но лес и дом оказался закрытый, я уже говорила. А думаю, поеду с ним и, может, где-нибудь погуляю, поснимаю город. Посмотрела, а у меня мои царбули-то грязные. Ну, что я же в них ехала? Пыльные. Я забыла их выстирать. Это они легко стираются в машинке и сохнут, в общем-то, быстро. На балкон бы поставила, по-моему, дощечка есть, которая удала. Они бы высохли бы, выветрились бы, ну вот. И не поехала никуда. Будет такое состояние вообще сонное. Сейчас порежу пробаски. Буду ужинать. Сейчас уже скоро начнет темнеть. Ну-ка. Уже без двадцати шесть вечера. Сейчас начнет темнеть. Все уже, друзья. Что мы хотим? Уже 1 сентября. Скоро будет заморозок. Вот так вот выйдешь. А, вот первый заморозок. И ты уже тогда понимаешь, что уже все. Я почему-то в осенью очень сложно вхожу всегда. Я все время жду теплых дней. Вот жду как будто. Вот еще. Ну еще. Уже понимаешь, что теплых дней уже не будет. Что и солнце уже так не греет. И всего чего-то жду. Вот что бы я ни говорила, да, все-таки как бы не рассказывала о своей семье, об отношениях с матерью. Да, ведь очень многие фразы вот так вот запали в память. И вот я говорю, я прям помню, как мы с мамой. Она приехала в Архангельск. И мы вот с ней идем. Мы уже в этой квартире жили. А сняка такая. Не нравится мне это состояние, погода. Я говорю, моя мама, скорее бы все это закончилось. Но она тогда сказала, не торопи меня. Пусть это будет. Значит, так ее вот, ну, радоваться надо. Раньше она такой не была. Но сгадались и становится мудрее. И так вот. Все, закидываю колбаску. В капусту уже посолила. Колюшка кашляет. Вот как много тоже курит, друзья. Жалуюсь вам. Вот услышат, опять жалуешься. Очень много курит. Ругаю прямо его. Вот что-то опыт. Он слушает, да курит. Слушает, да курит. Ну, сколько не бережет в доме своем. Так, она посолила колбасы. Ее надо будет сосредством. Ну, что, более-менее порядка недели. Скоро будем ужинать. Сейчас с дочерью голосование отменивалось. Тимулечка у нас идет в понедельник детский сад. Катя очень переживает, что говорить он еще толком не начал, чтобы что-то сказать. Воспитатели все новенькие, в группу, в которую он должен был идти, как неговорящий ребенок, место для него не оказалось. Очень она переживает, как Тимулечка пойдет к саду. Ну, естественно, мы все переживаем. А тут ребеночку еще неговорящий, как он. Начало есть, конечно же. Начало есть. Но маленький ребенок, когда он начинает, говорит, да он стремится что-то говорить, говорит, а тут он только учится этому. У него такого вот желания, чтобы разговаривать нету. Катя учит его, заставляет даже. Или ему еще тяжело. Мы же не знаем его ощущения. Конечно, она переживает, ведь на полдня пока отведу. А так как у нее запись, маникюр, а все равно, друзья, работает. Ну ладно, будем думать, что все хорошо. Будем думать, что все будет хорошо. А так будет все хорошо. Так, ну что, потом капусту потушу, покажу вам конечный результат. Будем ужинать, может еще что-нибудь запишу. Поздно уже на улице только ходить. Я бы вышла бы, погуляла бы. Но я боюсь, там, они здесь могут выпустить собаку запросто. Как-то мне все равно страшновато одной. Вот, капуточка готова. Вкусно. Коля попробовала. Я попробовала. Вот, вот что значит, да, когда, смотри, будет напор газа хороший. Я его еще убавила. Как хорошо зажаривается капуста. Я его уже посолила. Сейчас вам с корочкой будет вкусненько как. И, наверное, я сейчас водочки так отделяну, но тоже чуть-чуть. Как ты на это смотришь? Ради бога, пей. Я же не жадный. Не жадный, да? Да. Тебя-то не знаю, как уговорить выпить со мной, ты все отказываешься и отказываешься. Ну, так видишь, я же такой питомный. Такой? Вот такой вот. Что выжил чуть-чуть и все. Ну да. Видишь, хочу больше? Чуть-чуть. Чуть-чуть, да. А чуть-чуть это сколько? Не знаю, сколько влечет. Коль, салат не буду делать. Или сделать? Салат какой? Помидоры, грудцы. Можно было бы, конечно, салатикой. Можно было бы салатикой? Конечно. С растительным маслом? С растительным маслом. Зелени нет. Что, вообще нет? Там, посмотри, может, найдешь еще. Закрываю и крышкой не буду накрывать, а то она будет выделить парк. Хорошо. Не хочу. Ну, посмотрите, я думала, отвожусь от салата. Я выключила? Выключила, не включила. Так, помидорки. Сейчас бы помидорки чисто со сметанкой, да? А сметанки-то нет. Так, а еще есть огурчик. Давай мы с тобой много не будем делать. Давай я порежу только огурчик и один помидор. Хорошо. Достаточно нам. Достаточно. И перчик просто тебе порежу. Хорошо. Потому что хватит нам салата, мы все равно не съедим это все. Слушай, а Колюшка, нету зелени нету. Да, она говорит, что вот этот сыр очень вкусный. Ну, так вон он, значит, и там есть. Сыробогатов. Ну. Может быть. Ой, как жалко, что нет сметанки. Вот жалко, что здесь нет магазинов рядом. Ну да. Да? Ну ладно, ничего. Завтра заедем, купим, что надо еще. Вот, ребят. Сметанки купим. Что еще это нам надо? Молока. Молока обязательно. Мы с тобой, хлеба у нас навалом. Мы с тобой. Свеженького-то можно, горяченького-то купить. У нас столько хлеба. Да? Конечно, надо хлеб доедать. Ну, куда с ним? Купим, потом этот съедим, да купим. Очень много хлеба. Мы с дачи с тобой забрали. С дома, Кирилл говорит, забирайте. Чего я заказывала его столько? Скоро буду дома жить, да буду это. Как сказать? Летят всякая гадость. Креб, Крич, а когда я буду дома жить, не знаешь? Не знаю. Буду ли я дома дожить? Так. Ну, докладно. Что мне? Надо ручек порезать. Я только что видела чистилку. Я вообще был здесь, как сказала бы у меня коллега, как распетушья. Распутеха говорит, да она? А помню, моя коллега говорит, распетушья. Ну, вот и ведем себя как. Ну, скажут же, да? Не знаю, я по-вашему не понимаю. Да? А у вас вот как говорили, где ты жил? Были вот такие слова, которые местные? Да, все русский язык. Не то, что мы, да? Да, не то, что вы. Понятно. Ну, что, все, наверное? Я тогда делаю салатик. Да. Подключайся. Иди смотри, там начинай какой... Ну, не смотри, а ищи нашу серию. Какую? Как мы с тобой смотрели-то? Завещание? Да. Завещание Ленина. А где мы смотрели-то? Я не знаю, там с телефона как-то делали. А, ты же, да, ты же меня не умеешь. Ну, ладно, я сейчас сделаю. Все, короче, давай. Ну, вот, друзья, наш ужин. Здесь острый перчик. Ну, и хлеб я, Коля, сюда положила. Столик-то маленький салатик такой. Огурчики, помидорчики. А это что такое? Это что за ингредиент? Это самый главный ингредиент. Из всех ингредиентов на столе здесь. Вот видите, это очень важный ингредиент. Без него капуста совсем невкусная будет. Да. Да. И перчик невкусный, да? Николай Александрович будет недоволен уже, не насытится, да? Да. Так, мне тоже давай стопорить. Тоже будешь, да? Ну, мне чуть-чуть, да. Чуточку. Сейчас Коля вытащит, такой стыканевой. Мне, знаешь, какой красивый. Ну-ка покажи, какой ты мне там достаешь. Нет тут ничего такого. Ну, такой вот. Не макал. Такой тебе, да? Вот такой. Ну, ладно, друзья. Приятного нам аппетита. Еще увидимся. Николай, пока. Пока. Что ты?